А ты написал письмо Деду Морозу. Дети Крыма отправляют послание сказочному новогоднему персонажу. Акцию организовала Крымская железная дорога. Свои рисунки и заказы дети пишут на вокзалах в городах полуострова. Их письма отправляются в Великий Устюг. Доставку корреспонденции обеспечит почта Крыма. Что у Деда Мороза просят маленькие крымчане, знает Екатерина Сабинина. На Керчицком железнодорожном вокзале уже царит новогоднее настроение. Маленьких крымчан встречает Снегурочка. Она помогает им писать письма Деду Морозу. Семилетний Даня старательно выводит буквы. Он точно знает, что хочет найти под елкой. А у четырехлетней Леры желания самые, что ни на есть, женские. Ей не нужен конструктор или новый планшет. Для себя она хочет куклу, но просит не только для себя. Многие пишут не только письма. Чтобы получить подарок от Деда Мороза, дети приготовили презенты и ему, чтобы добрый волшебник в праздник сам не остался с пустыми руками. Кроме рисунков, маленькие крымчане не скупились и на пожелания. Я написал в своем письме Деду Морозу, что уважаемый Дедушку Морозу, поздравляю тебя с Новым годом. Желаю тебе всего самого лучшего. Пришедшие на акцию дети уверяют, весь год вели себя хорошо. Подарки точно заслужили. Полисосил под металл. Маме я помогал ей вытаскивать посуду из-под посудомоги. Акция «Письмо Деду Морозу» стартовала 12 декабря и продлится до 17. Инициативу проявила Крымская железная дорога. Все послания маленьких крымчан отправят в резиденцию Деда Мороза в Великий Устюг. По статистике, чаще всего дети полуострова хотят получить в подарок конструктор, электронные гаджеты и игрушки. Самые оригинальные просят волшебника организовать личную встречу с президентом Путиным. Екатерина Сабинина, Олег Черемисов. Время новостей. Керчь.